Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы поговорим сейчас о 20-й главе Евангелия от Иоанна. В этой главе помещены часть рассказов о воскресении Господа Иисуса, хотя, знаете, традиционно мы говорим, что это рассказы о воскресении, но по большому счёту воскресение остаётся за кадром, это событие, которое никто не видел, а рассказы, которые у нас есть, это рассказы о встречах с воскресшим Иисусом. И вот первыми его встречают женщины, которые пошли к гробнице рано утром в первый день после субботы, как мы бы сейчас сказали в воскресенье, рано утром для того, чтобы закончить те погребальные обряды, которые не были закончены при погребении Господа Иисуса в пятницу вечером. Это происходит очень-очень рано, и, по-видимому, попытки исследователей составить общую картину, кто и когда идёт из Иерусалима к месту погребения Иисуса, даёт некоторую всё-таки довольно противоречивую информацию. Вероятнее всего, ученики Господа Иисуса и женщины, которые следовали за ними, расположились в Иерусалиме или, может быть, в его окрестностях в нескольких местах, по меньшей мере, в двух, а может быть, и больше, и небольшими группами, тоже не одной. Они шли чуть в разное время за одним и тем же к могиле, из разных мест, где они провели субботу и ночь, суббота на воскресенье. Поэтому не совпадают у евангелистов рассказы о том, кто именно приходил к гробнице, потому что здесь было, по-видимому, несколько групп женщин. Но весьма вероятно, что именно Мария Магдалина была первой. Она прибежала ко гробу, рано-рано утром, евангелист Иоанн пишет, что ещё было темно, и увидела, что камень, который, он был круглый и катался в таком жёлобе, что этот камень отодвинут в сторону, отвален от гроба. И вот Мария Магдалина бежит, сообщает Симону Петру о том, что что-то произошло, что-то произошло. Кто-то потревожил место погребения Иисуса и унесли тело. И почему, зачем это сделали, кто это мог сделать, совершенно непонятно. Потому что иудейским властям это было вовсе ни зачем не нужно, а кто ещё, ну, оставалось только теряться в догадках. И вот Пётр и, видимо, евангелист Иоанн, другой ученик, которого любил Иисус, как он о себе пишет в Евангелии, бегут скорее ко гробу для того, чтобы, ну, хоть что-то увидеть, понять. И они в изумлении, может быть, они там даже и не ставят перед собой задачу расследования обстоятельств происшедшего, но они просто не могут ни побежать, ни посмотреть, что там произошло. Иоанн прибежал первым, но не стал входить во гроб. За ним чуть позже отставая прибежал Пётр, и они вошли внутрь. И вот евангелист Иоанн пишет, что они увидели одни пелены и плат, который был на главе его свитый отдельно. И эти пелены были пусты, но дело в том, что выйти из них или вынуть из них тело, не размотав эти пелены, невозможно. А и пелены, и плат были свиты. Вот, как евангелист пишет, особо свиты на другом месте. Пелены – это, собственно, вероятнее всего, туринская плащаница, которая сохранилась, пусть может быть, и чудом, но всё-таки, тем не менее, она свидетельствует о исторических подробностях этого рассказа. Важно, что эти самые пелены для них стали знаком какого-то совершенно невозможного чуда. Не может так быть предмет, завёрнутый в тряпку, вы не можете вынуть оттуда, не размотав тряпку. Ну, если только это не вода, которая просачивается, понимаете? Вот, и поэтому, да ещё к тому же в эти пелены обороты бинта, такой широкий бинт, поверх плащаницы были пересыпаны благовониями не так много, потому что, как следует это сделать, Иосиф и Никодим не смогли, собственно, дополнить эти благовония, эти ароматы, и хотели женщины, прибежавшие, как грубо утром. Так вот, невозможно не размотав выйти. И вот они вбежали в гробницу и увидели эти самые пелены. И у них наступает, конечно, шок, изумление. Как это может быть? Евангелист Иоанн пишет, они ещё не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мёртвых. И эта фраза до некоторой степени всё же удивительная, потому что уже в Евангелии как раз мы читаем, что Иисус по меньшей мере трижды говорит об этом, о том, что Сыну Человеческому надлежит много пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. Но явно, судя по этим словам Иоанна, они действительно понимали это как некоторое иносказание. А вот глубинный смысл происходящего был ещё для них сокрыт. И вот они поэтому, не понимая, что происходит, что это вообще может означать, идут обратно. А Мария Магдалина осталась у гроба. И ангелы, которых она увидела, спрашивают её, а почему, собственно, ты плачешь? Ну, они, наверное, знают почему, но, тем не менее, как это очень часто вообще бывает, в Евангелии человек сам для себя нуждается в том, чтобы дать ответ на такой вопрос. И вот она говорит, унесли Господа, и я не знаю, куда его положили. И в это время, обернувшись, она увидела Иисуса, но не узнала Его. Тоже такая вещь о воскресении, часто рассказываемая, и не сказать, чтобы как следует понятная. Дело в том, что Иисуса часто видящие Его не узнают или узнают сильно не сразу, как с Марией Магдалиной, или как с Лукой и Клеопой на пути в Эмаус, или при Море Тивериадском, как мы увидим в следующей главе. И, в общем, попытка объяснить, почему это было так, была бы совершенно безусновательным гаданием. Но факт остаётся фактом. И вот Магдалина, думая, что это садовник, спрашивает Иисуса, да, ну да, Иисуса и спрашивает, а куда ты положил Его? И только когда он обращается к ней по имени, она узнаёт Его, узнаёт, что это Господь. И как и другие женщины в это утро, она пытается ухватиться за ноги, как-то прикоснуться к Нему, Иисус запрещает ей это и говорит, иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему. И здесь, может быть, две вещи обращают на себя внимание. Во-первых, Он говорит об апостолах, как у своих братьев. Иди к братьям моим и скажи им. Во-вторых, Он говорит о Боге, как об отце Его и отце учеников. И это в каком-то смысле свидетельствует о новых, других обстоятельствах во взаимоотношениях между учениками и воскресшим Иисусом. Вечером же этого дня, когда ученики были собраны вместе, не все, по-видимому, десять человек, Фомы там не было, они заперли двери, потому что они боялись ареста, боялись, что теперь могут прийти за ними. Хотя больших оснований для этого не было, и часто иудейские власти считали, что достаточно устранить лидера, того, кто там пытается претендовать на роль мессии, царя иудейского, и движение рассыплется само собой, чаще всего так и бывало. Тем не менее, ученики вовсе не уверены в своей безопасности и сидят за запертыми дверями. И вот, несмотря на запертые двери, каким-то образом пришел Иисус и говорит им «Мир вам». И это тоже одновременно просто приветствие, потому что так было принято здороваться в этой среде культурной, но в то же время и нечто гораздо более глубокое, потому что Иисус дает своим ученикам этот мир как знак примирения, знак того, что вся их немощь и неверность и все то, что было перед этим в последние часы перед Его смертью, все это ушло в прошлое. И вот поэтому Он говорит им «Мир вам», «И как Отец послал Меня, так Я посылаю вас». Несколькими главами раньше Иисус говорил о том, что Отец послал Его в этот мир свидетельствовать об истине. И вот как Отец послал Его, так Он посылает своих учеников в этот мир свидетельствовать об истине, свидетельствовать о том, что такое правда и милость Божья. И продолжая этот разговор, Господь Иисус говорит «примите Духа Святого», примите Духа Святого, примите то, как действует Бог в этом мире. Есть такие замечательные слова в Ветхом Завете у Захарии I «не воинством и не силой, но Духом Бога Живого». Вот Бог действует не воинством и не силой, а как-то совсем по-другому. И упоминание о Духе Божьем здесь, в устах Иисуса, это именно в каком-то смысле отсылка к тому пророчеству Захарии, к тому, что ученики будут свидетельствовать об истине не силой и не воинством, тем более, а присутствием и действием Бога внутри них самих. И, наконец, заканчивается этот абзац также словами Христа, которые он говорит апостолам, «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». И традиционно большинство христиан предпочитают думать, что Иисус здесь говорит, «Ну, вы там сами разберитесь, простите, простятся, оставите, останутся, типа решайте сами». На самом деле совершенно не так. Конечно же, он не отдает этот вопрос на откуп ученикам. Вовсе речь не идет о праве, о праве учеников прощать или не прощать грехи. Нет у нас такого права на самом деле. Да, как бы ни было удобно нам так думать. Нет, это продолжение того, что было сказано раньше. Иисус говорит о том, что «Я посылаю вас свидетельствовать об истине, для этого вы примете силу Духа, силу Божью, которая проявляется во внутренней убедительности вашего свидетельства, в том, что истина присутствует в вашем сердце, а не в какой-то физической или еще какой-нибудь силе. Да, и вот Дух Божий, действующий в вас, он будет источником этого прощения. Свидетельствовать об истине значит свидетельствовать о том, что нет воли отца моего, чтобы погиб один из малых сих. И поэтому Господь Иисус на самом деле в этих словах предупреждает учеников об ответственности. Это поручение быть свидетелями об истине, быть посланными, как Отец послал Иисуса, подразумевает, что теперь ответственность за то, чтобы прощение Божье пришло в этот мир, лежит на учениках. И если они этого не сделают, если они не донесут этого прощения, то других шансов просто нет. Поэтому если кому-то вы оставите, значит, на нем останутся. Это грозное предупреждение, а не декларация о правах. Как я уже сказал, ученики были почти все, Фомы не было, когда он услышал рассказ учеников о том, что они видели Иисуса. Фома, называемый близнец, говорят, что он был очень похож на Иисуса внешне. Говорит, нет, я не поверю, пока я не прикоснусь к ранам, пока я не смогу убедиться в том, что это именно тот Иисус, который умер на кресте. Ну и опять-таки традиция, в силу того, что мы часто слышим только первый смысл слов, пытается представить Фому как человека недоверчивого, его даже традиционно называют неверующим, и его имя стало названием «Журнал для сомневающихся», хотя это вообще не про то. Фома, напомню, это тот человек, который за Иорданом, когда умер Лазарь, Иисус собирается в Иудею, говорит остальным ученикам, ну хорошо, пойдем и мы умрем вместе с ним. Фома – это человек, который готов пойти на этот риск, риск быть арестованным, убитым, ради того, чтобы остаться с Иисусом. И в этот момент, после воскресения, совершенно дело не в его какой-то особенной недоверчивости, а в том, что ему надо убедиться, ему надо быть уверенным, что это не призрак, что это не кто-то другой, похожий на Иисуса так, как говорят, он похож был, но это действительно тот самый Иисус, тот самый, кто умер за него на кресте. Поэтому он и говорит о ранах от гвоздей. Это действительно для учеников, по-видимому, было моментом очень важным. Вспомним, что Лука и Клеопа узнали в Эмаусе Иисуса, когда он приловлял хлеб, и на руках его они увидели тоже раны от гвоздей. И вот Фома говорит, мне надо убедиться в том, что это именно Иисус, а не как-нибудь или никто-нибудь, не что-нибудь другое. Кроме того, еще заметим, что в те времена, когда евангелист Иоанн пишет свое Евангелие, уже появляются вокруг христиан, ну, не совсем внутри христианских общин, ну, так, рядом, люди, которые потом получили название декетистов, которые считали, что Иисус был некоторой кажимостью, такой полупрозрачной. Да, и вовсе не был ни реальным человеком, ни тем, о чем рассказывают апостолы. Поэтому до некоторой степени это принято считать также и еще воспоминанием, которое служило в полемике против декетистов. Ну, может быть. Но, повторяю, важно, что для самого Фомы абсолютно принципиально, что это именно тот Иисус, который был его учителем. И вот через восемь дней снова они оказываются в комнате, снова двери заперты, снова Иисус приходит с затворенными дверьми и снова говорит ученикам «Мир вам!» И после этого обращается к Фоме и говорит «Давай, иди сюда, давай руку и вложи в ребра мои, давай палец, вложи в руки мои». Потому что, да, Иисус, может быть, и не одобряет все-таки недоверчивость учеников, но само по себе желание, потребность Фомы убедиться в том, что это действительно именно тот самый Иисус, не встречает осуждения. Это действительно важный вопрос, важная вещь. Но Фоме уже в этот момент ничего не надо. Ни руку в ребра вкладывать, ни пальцы в раны от гвоздей. И он падает на колени и говорит «Господь мой и Бог мой». Он обращается к Иисусу как к Богу и как к царю, как к своему господину. «Господь мой и Бог мой». Почти впервые в Евангелии, хотя и в более какие-то ранние моменты, до смерти и воскресения Иисуса, иногда люди пытались так смотреть на него, но все-таки в таком вот явном виде Фома, первый среди учеников, обращается к Иисусу, наверное, сам не очень понимая, если бы задали ему вопрос, объясни, что именно ты имеешь в виду, называя Иисуса своим господином и Богом, может быть, ему и трудно было бы это сделать. Но так часто бывает, на самом деле, когда слова опережают понимание. Вот. И Господь говорит «Фоме, ты увидел меня и поэтому поверил». «И блаженны те, кто смогут поверить, не видя так, как видит его Фома». И это возвращает нас к поручению, которое Иисус дает ученикам, посылая их, как Отец послал его, быть свидетелями об истине. И, по-видимому, на этом заканчивается основная часть Евангелия от Иоанна, потому что дальше он пишет, «Иисус еще сделал множество чудес, о которых я не писал, не написано в книге сей, а это написано для того, чтобы вы поверили, поверили, что именно Иисус и есть Христос». Когда мы говорим о смысле, о содержании нашей веры, вот это очень важно помнить, что на самом деле быть христианином – это значит верить в то, что именно Иисус и есть Христос, Сын Божий, и веруя иметь жизнь во имя Его. Иисус и Сын Божий, и веруя иметь жизнь во имя его. Продолжение следует...